Здравствуйте дорогие друзья, я Максим Горохов и сегодня мы беседуем с писателем, журналистом Александром Лапиным. Александр Васильевич, вы известны нашим зрителям как многолетний ведущий передачи «Русский вопрос». Вы подняли ряд острых проблем, касающихся именно жизни русских людей, но сейчас в последнее время, даже последние годы мы слышим больше о ваших литературных успехах, о том, что вы написали целую серию уже романов, недавно получили очередную уже в своей жизни премию именно за литературные успехи, большую литературную премию России, которую вам вручили в Белоруссии на съезде писателей Союзного государства. С чем связана такая метаморфоза? Почему так интересы ваши изменились и именно эту свою деятельность вы считаете важной? Ну, потому что русский вопрос на сегодняшний день, он тоже изменил свой статус и свое положение. Если раньше мы говорили о том, что положение русского человека в собственной стране достаточно нестабильное и униженное, то сегодня в какой-то степени уже произошли изменения. Но проблема повернулась другой стороной. Сегодня основная проблема в России и в распространении русской идеи – это русский язык. Мы прекрасно сегодня видим, что русский язык постепенно начинает терять свое значение, начинает, так сказать, деградировать как внутри страны, так и сокращаться его употребление за рубежом. На Украине запретили, фактически запретили русский язык. Орел сужается. В Казахстане сегодня очень сильно развивается собственный язык, а русский оказывается уже в загоне. Там вообще на латиницу уже переходят. То есть, вот этот переход на латиницу тоже придет к тому, что огромное количество произведений, которые, так сказать, изучались русских произведений, русских классиков, они окажутся вне поля зрения казахского народа или казахского населения, скажем так. То есть, сегодня проблема борьбы за русскость, за наш, так сказать, менталитет, за наши ценности, она перемещается в плоскость в большей степени языковую. Поэтому и я решил, что все-таки можно очень долго говорить халва, 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 но от этого во рту слаще не станет. А проще и, может быть, более эффективно это написать несколько книг или книгу, которые бы помогли продвижению русского языка. Вот так я, собственно говоря, в общем и пришел к выводу, что русский вопрос и русское писательство – это две вещи, которые взаимосвязаны и вещи, которые дают возможность мне самому двигаться, развиваться с одной стороны, а с другой стороны помогать, продвигать русский язык и, соответственно, русский вопрос среди других народов, ну и среди собственного народа. Но вы же не проснулись в один прекрасный день и не сказали себе «А не стать ли мне писателем?» Столько уже лет в журналистике позади, вот как каждый журналист есть такой стереотип, да, мечтает написать какую-то нетленку, роман, хотя, по моему опыту, наверное, далеко не все об этом мечтают. Но вот вы, в частности, эту мечту как-то лилили в себе, либо действительно было так вот? Ну, наверное, все-таки другое поколение. Насколько я помню, те, кто учился в 70-х годах прошлого века, всегда хотели написать нетленку и оставить свое имя в литературе. Причем этого хотели не только, скажем, журналисты, но и филологи, люди, которые учились на параллельных факультетах, философы, историки. Ну, в общем-то, в конечном итоге, наверное, эта мысль, она и правильная. Просто пришло время, когда ты начинаешь понимать, что если ты это сегодня не сделаешь, то уже не сделаешь никогда. И будешь, так сказать, условно говоря, умирать с мыслью, что, эх, мог сделать, да не сделал. Поэтому я, когда мне уже 60 исполнилось, и я понял, что либо сейчас, либо никогда, я решил, что пришло время для того, чтобы выписаться. Если у тебя за жизнь твоей очень много накопилось разных историй, разных мыслей, то, конечно, эти мысли невозможно, скажем так, опубликовать в газетах или, так сказать, в интернете. Для этого нужна совсем другая форма выражения. И такой формой выражения для меня стали романы. Поэтому я, собственно говоря, и раньше над этими романами работал, но после 60 решил, что пришла пора высказаться на эту тему и завершить ту начатую еще в молодости работу. То есть какие-то наработки вы начинали еще в довольно юном возрасте, получается. Потому что некоторые писатели уже с детства, приглашают себя писателем, начинают что-то писать и выпускать, не имея еще того опыта, о котором вы говорите, этих 60 плюс-минус лет. Да. И тем не менее. Да, они чувствуют себя. Вы когда себя почувствовали писателем? Есть люди, которые по-разному реализуются. Есть люди, которые, так сказать, уже имеют большой жизненный опыт, пришедшие, наверное, из каких-то других жизней. И этот опыт дает им, так сказать, толчок для творчества. Ну, возьмем, скажем, Лермонтова, моего любимого поэта и писателя. Лермонтов начал писать где-то в 13 лет, когда он в лицей попал при Московском университете. И к 26 годам он написал то, что написал. Хотя, казалось бы, опыт, откуда он взяться к этому времени? Это великая загадка, которую до сих пор исследователи пытаются понять. Как, каким образом человек, скажем, такой молодой мог мыслить так космически, мыслить такими глобальными масштабами. Если мы говорим, что Пушкин это такой земной писатель, да, то понятно, что Лермонтов космический. А что касается меня, то, наверное, здесь вот, может быть, это такая условно допустимая вещь. Но я думаю, что у меня просто душа такая молодая, и по моим ощущениям, я, конечно, не мог написать что-то такое важное, глобальное и значимое в молодости. Мне нужен был какой-то опыт, и я этот опыт накапливал всю жизнь. А уже, так сказать, ближе, так сказать, к сегодняшним дням я понял, что этот опыт надо каким-то образом реализовать. Более того, я скажу честно о себе, да, такую вещь, что я человек медлительный. Вот медлительный, есть люди быстрые, мои друзья, с которыми я дружил в детстве, я это еще в детстве заметил. Я постепенно двигаюсь, но если я двигаюсь, то я двигаюсь как каток или танк, да. Они могут скакать влево-вправо, менять направление, но если я начинаю двигаться, то я начинаю, так сказать, работать в этом направлении неутомимо и упорно и настойчиво. Вы сейчас как каток проехались по литературной сфере, так скажем, уже выпустили целую серию своих романов. А когда вы почувствуете, что вот все, теперь я не журналист, в первую очередь, а писатель, с выходом первой части вашего романа «Русский крест» или с выходом недавней совсем книги? Это такой сложный процесс. Может быть, когда я почувствовал, ну когда, скажем, мои мысли перестали по ночам занимать текущие заботы и дела бизнеса, да, и в тот момент, когда я стал по ночам просыпаться и думать уже не о бизнесе, О поворотах сюжетных поворотах, о каких-то героях, о каких-то вещах, которые связаны с литературой. Наверное, вот в этот момент я почувствовал, что я уже перешел к писателю. Но этот момент он тоже меня как-то спас, мою жизнь спасает, потому что если всю жизнь жить в нашем бизнесе, а наш бизнес – это война, я уже это неоднократно говорил, то есть как на войне, то, конечно, человек не выдержит. И для меня это было отдушиной, отдушиной, которая дала мне возможность как-то по-другому посмотреть на жизнь, на самого себя, на бизнес, да, и уже оценить все, что со мной произошло с другой точки зрения, может быть, даже с другой высоты, высоты, так сказать, жизни. А вообще писательство сегодня – это такой, может быть, банальный отчасти вопрос, но вот именно в этих реалиях, издательских этих всех проблем, бизнеса и так далее, это больше ремесло или все-таки творчество? Писательство? Ну, это зависит от того, какой вы писатель. Ну, вам нужно себя продвигать, вам нужно договариваться, вам нужно в угоду конъюнктурным каким-то раскладам подбирать тех же героев сюжета и так далее, и так далее. Это мой мир, это мой мир, который я создал, и я в этом мире, так сказать, хозяин и сам определяю, как мои герои должны вести себя, какими они должны быть и так далее. Поэтому такие вещи, как бы, абсолютно недопустимы. Если ты пишешь, если ты хочешь, так сказать, действительно самовыразиться, то, что у тебя на душе лежит, то, конечно, ты не будешь кривить душой, и вообще и здесь не хватало этого. А вот как вы считаете молодым писателям, о поддержке которых вы часто говорите, какие главные моменты нужно учесть в своем творчестве, начиная, только подступаясь к тому, чтобы написать и выпустить свои первые книги? Ну, это такой сложный вопрос. Наверное, им надо просто сесть и начать работать, это во-первых. Во-вторых, надо учесть, сколько у тебя опыта жизненного, и какие ты имеешь, так сказать, как я всегда говорю, загашники, мысли и прочее. То есть надо учесть, во-первых, уровень своего, условно говоря, духовного развития, насколько ты развитой. Как вот Стивен Кинг говорил, если хотите писать, начинайте читать, да? То есть, если ты хочешь написать кому-то интересный какой-то роман или рассказ, то ты должен хоть что-то сам из себя представлять. То есть, основная проблема – это проблема духовного роста самого, так сказать, молодого автора. Если ты уже, так сказать, достиг каких-то высот человеческих, философских и прочих, как личность, да, то тогда, конечно, тебе легче писать. Если ты сам, извиняюсь за выражение, как червяк еще, так сказать, не вышел из зачаточного состояния, то и произведение твое, соответственно. Но у нас червяк уже чувствует себя бабочкой, и как тут понять? Чувствует или не чувствует, он всегда выражается в одной простой вещи – что ты можешь написать, да, вот что ты можешь написать. Поэтому, а уже другие люди оценят тебя. Потому что сам себя писатель никогда не может оценить объективно и, как бы, оценить свой путь и свое место в литературе. А какая сегодня мотивация, на ваш взгляд, может быть правильной для автора? Или, наоборот, неправильной, которая приведет его вступить? Дело даже не в мотивации, это дело в каком-то внутреннем напряге, да. Вот я для себя, например, решил, что, ну, больше я не буду, вот напишу еще один роман и больше не буду писать. А все равно внутри меня вот работает, работает, и каким-то образом, вот ночью сплю, сплю, думаю, вот напишу эротический роман, да, напишу эротический роман. А страшно мне хочется написать роман о том, как создавали атомную бомбу. Это вне меня, вне логики, да, произведение. Довольно любопытное сочетание. И вот я, это любопытное сочетание у меня в голове как бы долго-долго создавалось, а потом я где-то, может быть, несколько дней позавчера думаю, господи, так вот же оно сочетание. Оно, надо написать роман о ком? О физике-ядерщике, который кого-то сильно полюбил, наверное, безусловно. Нет, не о физике-ядерщике, надо написать роман о ближайшем соратнике Иосифа Виссарионовича Старина. О Лаврентии Павловиче, который курирует проект. О Лаврентии Павловиче, с одной стороны, он был по эротоман, да, и как бы, как сейчас вот пишут, вспоминает, да, что вот он там, сотни женщин у него были, но это не важно для писателя, да, было или не было, мы, так сказать, и говорим. С другой стороны, он был великий организатор, создатель атомной бомбы, которая спасла мир от атомной войны, от третьей мировой. Вот какой он был человек, может быть, человек он был никакой, да, организатор великий. И вот как-то оно, само собой, произвольно, понимаешь, в голове складывается. И ты даже не понимаешь, от чего тебя распирает, вот мне хочется написать этот роман о Берии. То есть мотивация здесь, в первую очередь, внутренняя. Вот вам что-то придет из вас, и вам хочется это все реализовать. А вы хочется быть знаменитым, чтобы о вас говорили, великий писатель Лапин создал очередной шедевр. Это, скорее, может быть, побочное такое явление, потому что писатели – люди одинокие, они, так сказать, живут сами по себе, вот в своем мире. И он пишет, пишет, что-то делает, сидит за столом, и он не знает, нужно ли то, что он делает людям, или это не нужно. Поэтому, конечно, писателю надо гладить по головке и говорить, какие вы хорошие, какие вы умные, какие вы великие. Потому что это для них, как внутренняя потребность, как у артистов, да. Но в конечном итоге, если говорить о мотивации, то она вот изнутри. И тебя распирает изнутри. Ты вот хочешь написать, понимаешь. И я уже, может быть, повторяюсь, я говорю, что да, я уже думаю, ну все, больше я не буду писать. И вот все равно меня вот, а вот, а вот, а почему, а вот, а вот интересно, а вот как эту атомную бомбу создавали. И в голове, само собой, начинает складываться так. А вот с этой стороны мы разведчиков, как они украли все секреты у американцев. А с этой стороны, так сказать, ученые там. А с этой стороны Иосиф Исарионович, как он там. А вот здесь главный центральный персонаж – это Берия, да. Сукин сын, как писали в советское время, негодяи, агент нескольких разведок. Но этому человеку сегодня пока еще не воздали должное. А он великий организатор, он создал атомную бомбу. Он на уровне таких людей, как Королев. Но не своими все-таки руками и мозгами создал. Он всех свел, он всех организовал. Александр Ильич, как уже опытный писатель, и отмеченный в том числе теми премиями, о которых мы сказали, вы собираетесь как-то делиться опытом? Это очень важный вопрос. Может быть, это самый важный вопрос. На встречах с читателями и в своей внутренней философской лаборатории я абсолютно твердо убежден, что впереди сегодня каждый человек должен идти к творчеству. Каждый человек должен стать творцом. Ну, эту тему мы уже обсуждали много раз на встречах, на каких-то сейшных семинарах. И поэтому я считаю, что если мы хотим, чтобы наше общество дальше развивалось, и наши люди могли иметь достойный какой-то заработок, то они все должны становиться творцами. А я по мере своих сил должен помогать им становиться творцами. Ну, я не могу их сделать творцами IT-лаборатории или каких-то космических технологиях, но я могу помочь в творческом плане роста людям, которые хотят рассказывать истории, хотят писать. И вот это меня как-то подвигает к тому, что, наверное, если у меня уже не хватает сил, чтобы писать большие полотна, большие романы, наверное, еще хватит сил кому-то помочь, кого-то подтолкнуть. Может, они пойдут дальше и будут лучше нас, и напишут более важные книги. Я считаю, что это важная задача, и для меня она интересна. То есть вы готовы тратить свое время, которое могли бы посвятить написанию новых романов на главных писателей и рабочих? Не надо потратить свое время. Это какое-то внутреннее состояние. Наверное, мы стареем, и нам хочется как-то свой опыт передавать. А вот в какой форме? Ну, раньше старики рассказывали в родоплеменном обществе молодым, как охотиться, как убить кабана, как завалить мамонта. А сегодня, раз такое время изменилось, старикам все равно хочется делиться чем-то, что они нажили. Поэтому я бы хотел поделиться своим опытом. Может быть, кому-то он поможет встать на ноги, найти самого себя и стать творцом. Будем надеяться, что опыт этот попадет в нужные руки, в нужные головы. Пожелаем вам успехов. Спасибо за эту беседу. До новых встреч. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова